Здравствуйте, это реальный разговор. Политическое военное руководство Украины готовит контрнаступление на основных участках фронта от Донбасса до южных границ и Крыма. Споткнувшаяся на Бахмуте наступательная операция российской армии дает понять, что дальнейшая перспектива кремлевских генералов окончательно закрепиться на временно оккупированных территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей более чем туманно. И, вероятнее всего, захваченные за минувший военный год земли придется вернуть, как в осени минувшего года были возвращены часть Херсонщины и Харьковский анклав. Но насколько готовы ВСУ уже в ближайшие месяцы начать анонсированную операцию или контрнаступление растянется на несколько этапов, когда территории будут освобождаться по частям. Об этом я решил поговорить с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, ну давайте начнем с заявления американских и британских средств массовой информации о неготовности украинской армии к контрнаступлению, в задачу которого входит возвращение всех оккупированных территорий в рамки границ 1991 года. Вот вновь звучат предложения вначале освободить восточные и часть южных анклавов, и только потом, возможно, годы спустя переходить к решению крымского вопроса. Вот можно, конечно, такие публикации списать на политическую ангажированность или пессимизм евроскептиков и части республиканцев, а можно трезво оценить ситуацию. Так вот, в какой стадии сейчас находится подготовка к контрнаступлению? Все будет зависеть, тут действительно к датам нельзя привязываться, все будет зависеть от выполнения графика поставок тяжелых вооружений. И их количество, достаточно его будет или нет. Я надеюсь, что та часть, которая не публичная договоренностей в формате «Рамштайн», она полностью учитывает потребность вооруженных сил Украины в плане формирования контрнаступательной группировки. Поэтому, если задержек не будет, то сроки будут выдержаны. Какие? Да, я согласен с вами, что сейчас обсуждать не стоит. Единственное, что может повлиять на изменение сроков, это сегодняшняя ситуация в Бахмуте и в Авдееве. Почему? Потому что, приняв политическое решение удерживать Бахмут, мы вынуждены перебрасывать туда резервы. В том числе и резервы, которые должны быть включены в состав контрнаступательной группировки войск. Вот это может повлиять на сроки готовности вооруженных сил Украины для проведения контрнаступательных операций. Американские эксперты почти в один голос склоняются к тому, что контрнаступление ВСУ будет коротким, и границ 1991 года украинская армия сможет достичь уже в этом году. В Генштабе ВСУ тоже надеются на оптимистический сценарий, но готовятся к войне в долгую. Вот смогут ли ВСУ закончить войну до Нового года, и какие условия, помимо поставок оружия, должны быть соблюдены для этого? Смотрите, как интересно ведет себя западная пресса. С одной стороны, они печатают целый ряд статей о том, что мы не готовы, и что эта война может затянуться. А с другой стороны, они печатают мнение о том, что мы уже до конца этого года можем выйти на границы, на государственные границы Украины, международно признанные. Ну, давайте так, я скажу, что это реальная возможность выйти в этом году на границы, государственные границы Украины. Единственный фактор, который будет влиять на это, это виды вооружения. Не их количество, а виды вооружений, которые получат силы обороны Украины. Я имею в виду дальнобойные средства с дальностью до 300 километров, то есть оперативно-тактического уровня. Если Украина их получит, то тогда наши шансы резко возрастают. Если Украина их не получит до начала контрнаступления, то тогда освобождение территории действительно может быть проведено поэтапно. Какая-то часть будет освобождена в этом году, какая-то часть может быть освобождена уже либо в начале следующего, либо в середине следующего года. То есть все будет зависеть от вида вооружения. А с нашей стороны вопрос, допустим, подготовки армии на сегодняшний день, ее комплектование, точнее, не подготовки, а комплектование вооруженных сил, в принципе, он решаемый в Украине. Даже без, допустим, объявлений. Ну, у нас мобилизация всеобщая, она идет постоянно. Поэтому очень даже удивительно слышать от наших некоторых политиков, видимо, они не в курсе, как написано в законе, что вот надо срочно объявлять мобилизацию дополнительную. Нет, у нас сейчас идет на добровольной основе формирование гвардии наступления на базе Министерства внутренних дел. Идет формирование армии резерва. Это вот именно та армия, которая будет проводить контрнаступление. И она не задействует... Мы стараемся, в всяком случае, ее максимально не задействовать сегодня в боевых действиях. То есть они их комплектуют, они готовятся, плюс они получают технику вооружения. И к определенным срокам, установленным там генштабом, они должны быть готовы к выполнению задач по предназначению. Олег, мы постоянно ждем информации о поставках наступательного тяжелого вооружения, снарядов, танков, самолетов и так далее. Возможно, мой вопрос в условиях продолжающейся агрессии прозвучит странно, но есть ли у Украины возможность наладить собственное производство оружия, кроме опытных образцов беспилотников и ракет? Сегодня нет. Сегодня в Украине это практически невозможно. Почему? Потому что территория Украины полностью покрывается средствами огневого поражения Российской Федерации. Полностью. Никто не гарантирует, что завтра не прилетит ракета и не разбомбит это предприятие. Единственный шанс, который мы можем, это развернуть производство, но они должны быть не такого масштаба. Это мелкие и средние производства мы можем развернуть сегодня по договоренности на территории стран-партнеров. Что мы, кстати, и делаем. Мы развернули в одной из стран-партнеров производство боеприпасов. Где-то наши частные предприниматели разворачивают производство беспилотников. Но на территории Украины сегодня это практически невозможно. Даже с поступлением таких комплексов противоракетной обороны, как Патриот или сам Ти, я думаю, что это тоже не решит проблему. Почему? Потому что, во-первых, нет единой системы противоракетной обороны в Украине. Это раз. И эти четыре комплекса не закроют полностью небо Украины. То есть они не дадут гарантии хотя бы 90% от того, что мы собьем 9 ракет из 10. Поэтому в Украине сегодня это огромная проблема, и мы не можем разворачивать здесь военные производства. Каким образом используется поступающее с запада вооружение? Задействуется ли оно с колес или накапливается, чтобы рано или поздно стать ударной силой для контрнаступления? Ну, фактически до февраля месяца текущего года мы воевали с колес. Фактически. Вот после январского заседания в формате «Рамштайн», я так понимаю, Украина начала, когда уже объемы поставок стали такие, ну, будем говорить, достаточные, тогда мы начали накапливать вооружение. Сегодня мы стараемся накопить на ту численность войск, которую мы запланировали себе сформировать. И сегодня на фронт попадают единицы того вооружения, которое должно накапливаться, для того, чтобы либо выровнять ситуацию на фронте, либо стабилизировать ее. Но еще раз повторю, что с февраля месяца, вот мы начали с поставки, и мы перешли в режим накапливания вооружения. Это впервые за все время вторжения, ну, вот год мы провоевали фактически с колес. До мая месяца 22-го года у нас еще были собственные запасы, а уже вот в мае был первый кризис, это снарядный голод, потом был кризис артиллерии, когда появились боеприпасы, а стволов не хватало. Ну, и вот с того момента до февраля мы воевали с колес. Вот если иметь в виду дискуссию вокруг поставок, а вернее не поставок самолетов F-16, у Украины есть своя авиация. Несмотря на заявление генерала Коношенкова в самом начале войны о том, что украинская авиация приземлена российскими войсками в полном составе, на деле это не так. Вот разъясните, какова все же ситуация в украинском небе? На момент начала вторжения нашей авиации не было на тех базовых аэродромах, на которых они должны были находиться. Поэтому Российская Федерация, если этот аэродром и попал в список целей, то он был пуст на момент его атаки. Поэтому наша авиация цела, и за счет наращивания системы ПВО, именно ПВО, а не ПРО, нам удалось закрыть наше небо от российской авиации. Сегодня вглубь страны не залетает ни один российский самолет. И если вы слышите гул самолета или вертолета в небе Украины, это значит, это наша авиация, наш вертолет, который либо патрулирует, либо выполняет какие-то другие задачи. Единственное место, где еще применяется российская авиация, это нанесение ракетных ударов с чужого воздушного пространства, ну, со своего или с нейтрального, как это вот по Черноморскому побережью они обстреливают. Либо это линия фронта, и то на линии фронта сложилась ситуация, когда они не залетают за линию фронта. Они стараются даже не подлетать на дальность досягаемости наших тактических средств ПВО. Они отстреливаются с больших дистанций и уходят обратно. Что касается непосредственно нашей авиации, то у нас есть огромная проблема в том, что авиация есть, причем все виды, и бомбардировочная Су-24 есть, Су-25 штурмовая авиация, есть МИГи 29 истребительная авиация, но наша авиация на сегодняшний день самая старая, я даже, наверное, скажу, в Европе. Мы ни разу не проводили модернизацию, это советские самолеты. То, что они технически исправны и могут выполнять боевые задачи, это очень хорошо, это наш огромный плюс. Но то, что они остались в тех 80-х годах, когда их выпускали, по своему техническому оснащению. Модернизация проводилась самая минимальная. Это средства связи, это средства навигации и все. Система управления огнем, система управления оружием, бортовые радары, это ничего не модернизировалось. Поэтому мы очень сильно уступаем именно в технологическом оснащении нашей авиации. И именно поэтому мы все время настаиваем, что дайте нам западные образцы, потому что Россия развивала свою авиацию. Либо они строили что-то новое, но вот Су-35 у них самое новое. Я не беру Су-57, потому что, как говорят эксперты, это Су-35 в новом фюзеляже. Они взяли старую советскую разработку, это был самолет Т-50, и быстренько-быстренько засунули в него Су-35 и сказали, что у них есть новый самолет. Поэтому я бы за основу взял Су-35, но он более-менее нормальная машина с хорошим бортовым радаром, с ракетами достаточной дальности, как воздух-воздух, так и воздух-земля класса. А мы до сих пор, у нас основной самолет это МиГ-29, который не проходил. Вот мы сейчас просим, 29-е МиГи Словакия даст, может быть они частично модернизированы уже более-менее. Из Македонии приходят вертолеты, 12 штук, МиГ-24, но опять же Македония их тоже не модернизировала, они технически исправны. И Македония дает 4 самолета Су-25, но они технически неисправны, их отдают в качестве разборки на запчасти. Вот в этом плане. Потому что опять же, смотрите, какая проблема. 100% нашей авиации, все заводы находятся в Российской Федерации. Мы даже не можем купить к ним запчастей, и вынуждены их ремонтировать и поддерживать. По принципу каннибализма. Один самолет разбираем, другой самолет ремонтируем, восстанавливаем. Вот такой вот принцип. Поэтому для нас очень важно получение западных образцов авиации. Почему? Потому что они по-технологически на порядок выше, чем те, которые есть у нас. Я сейчас не беру сравнение с российской авиацией. Но те, кто у нас, они на порядок выше. И, соответственно, у нас на странах-партнерах есть техническая база для производства запчастей, их обслуживания и ремонта. Но давайте вернемся на землю. Какова вероятность повторного наступления российской армии на восточном направлении, о чем на днях заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби? Можно ли доверять таким оценкам американской экспертизы? Дело в том, что Российская Федерация накопила определенное количество техники, именно тяжелой техники и вооружений в глубине оккупированной территории. И на сегодняшний день она очень ограниченно использует эту технику. С чем это связано, трудно сказать. Либо с отсутствием специалистов, либо с очень плохим техническим состоянием этой техники, потому что это уже не техника из боевого состава российской армии, а снятое с хранения. И восстановленное, или технически исправленное с помощью ремонтов, в том числе и капитальных. Либо подготовка экипажа, а еще может быть распутится. Они ждут, когда закончится весеннее распутится. И поэтому сегодня наступление проводится в основном в пешем порядке с довольно незначительным, я бы так сказал, с незначительным привлечением тяжелой бронетехники. Да, артиллерийская поддержка есть, а вот бронетехника нет. И скорее всего западные партнеры, в том числе и Кирби, высказал именно вот это опасение, что с окончанием весенней распутницы Россия может нарастить наступательный потенциал за счет введения в бой той техники, которую они сегодня накапливают на территории Украины, на оккупированных территориях. Но в общем, на мой взгляд, может сложиться очень парадоксальная ситуация. Дело в том, что Российская Федерация допустила стратегическую ошибку. Они в декабре месяце почти остановили мобилизацию. Это было связано с тем, что система была переполнена. С одной стороны, они не могли принимать больше. Не хватало у них материальных средств для приемки такого количества личного состава. Далее, новогодние праздники. И они фактически возобновили мобилизацию буквально... Ну, как бы она там частично шла, но масштаб был совсем не тот. А возобновили они большой масштаб буквально в последнюю неделю в середине марта, когда Россию захлестнула волна повесток. И Путин хочет, чтобы к лету они собрали 400 тысяч. И может получиться... В чем парадокс? В том, что 300 тысяч, которые они призвали с сентября месяца по конец ноября, они сегодня сжигают их на линии фронта. Они несут огромные, колоссальные потери. На том же Донецком направлении. На том же Луганском направлении. И может получиться так, что распутиться закончится, а экипажей для этой техники уже нет. А следующая волна мобилизации, в лучшем случае, если она будет успешная, то она придет в войска где-то июнь-июль месяц. Не раньше. Вот такая. Но, тем не менее, мы берем во внимание и учитываем то, что техника есть. Они продолжают свозить. И вполне возможно, что в какой-то момент может быть принято решение российским командованием о усилении наступательного потенциала российской армии. Сейчас мало пишут о группировках так называемых ДНР и ЛНР, сосредотачиваясь на ЧВК главным образом. Вот как воюют вот эти формирования, среди которых немало опытных бойцов? Они продолжают воевать. У них огромные потери. Чистость их очень резко сократилась. По разным оценкам почти больше, чем в два раза. Это мы говорим с вами о так называемых первом и втором армейских корпусах ДНР и ЛНР, соответственно. Но, есть такой нюанс. Дело в том, что изначально они хоть их позиционировали как первый и второй корпус ЛНР и ДНР, потом их пытались обозвать легенду прикрытия создать, что это корпуса народной милиции, потом их называли корпусами народного ополчения, но юридически, мы знаем это точно, наша разведка об этом говорила, я даже общался с людьми, которых агитировали поучаствовать. Они подписывали контракт с вооруженными силами России и присягу давали российскую и им в качестве первого такого позитивного или как бы не позитивного, первого поощрения, что ли, по принятию присяги, им вручали паспорт гражданина России. Так что эти корпуса всегда были в составе 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. То есть это всегда было вооруженные силы Российской Федерации. С признанием этих двух, точнее, уже после признания этих двух республик и начала массированного вторжения российских войск, Путин объявил о том, что они входят в состав вооруженных сил Российской Федерации. И они просто легализовали эти два корпуса, опять же, в составе той же 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Они сейчас воюют. Надо отметить и отдать должное эти два, вот то, что от них осталось, там эти бригады в составе корпусов, я вам скажу, что это наиболее мотивированные бойцы из состава вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. С ними могут только посоревноваться вот эти незаконные вооруженные формирования под названием там Вагнер, Патриот, то, что мы называем ЧВК. Хотя юридически нельзя называть ЧВК, так как законодательство России не предусматривает таких формирований. Это НВР, НВР, незаконные вооруженные формирования. Или ОПГ, организованная преступная группа, как, это уже юристы там нюансы знают, как правильнее. Вот. Они мотивированы тем, что они как бывшие граждане Украины, ну как не бывшие, а граждане Украины, которые взяли чужое гражданство, взяли в руки оружие и воюют против своей страны. Это коллаборационизм в чистом виде, поэтому они прекрасно понимают, какая судьба их ждет. И я думаю, что они прекрасно понимают, что в России их никто не ждет. Почему? Потому что когда было наступление в Харьковской области, российские погранбойска ФСБ России, первое, что сделали, отсекли, не пустили в Россию тех, кто был с паспортами приобретенными на наших территориях, в Донецкой и Луганской, в районах, которые были оккупированы в Донецкой и Луганской области. Поэтому, да, надо отдать должное, что они очень мотивированы на эту войну, они довольно неплохо воюют, но за счет того, российское командование пользуется этим и бросает их, как и вот этих вагнеровцев на более такие ответственные участки, и они несут довольно огромные потери. Но, тем не менее, они есть в составе и они военные. Они играют роль затыкания дырок или как тушения пожара. Вот если где-то какой-то начинается просаживаться оборона или не хватает резерва, вот туда их бросают как для спасения ситуации и выравнивания фронта. Они не влияют, даже в оперативном смысле они еще могут влиять, потому что они усиливают действия регулярной армии Российской Федерации, чертей регулярной армии. Но, в общем, на ситуацию на фронте они не влияют. Я благодарю украинского эксперта Олега Жданова, с которым мы обсудили перспективы ожидаемого контрнаступления ВСУ и оставшиеся возможности армии России. Это был «Реальный разговор». Смотрите нас по воскресеньям в 18.30 по Москве в эфире телеканала «Настоящее время» и ищите на YouTube-канале «Настоящее время». Здесь можно оставлять лайки и комментарии. Это расширяет нашу аудиторию. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова